Универ ТВ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Это встреча, где мы хотим больше узнать об авторе известных, полюбившихся книг в современной русской литературе. Поэтому я буду в меньшей степени сегодня солировать, в меньшей степени что-то спрашивать. Надеюсь, что будут вопросы у зала. Надеюсь, что будут ваши обстоятельные ответы. Но прежде всего, я хотел бы уточнить. Я уже говорил, что эти стены в новом сезоне впервые начинают цикл творческих встреч. Стены вообще интересные. Они связаны с именем Льва Толстого, известного писателя, мэтра русской литературы. Насколько я знаю, и в вашей биографии есть страничка, связанная с этим зданием. С тем помещением, в том числе, где мы находимся. Если можно, поделитесь этой историей. Да, с удовольствием. Добрый день. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо за встречу именно в этом здании, потому что, правда, я здесь впервые со школьных, наверное, лет. Потому что в последних классах школы, это были 91-92, наверное, годы, вот здесь, в подвале этого здания, была типография, насколько я понимаю. И там печатали, издавали газету юношескую, школьную, которая называлась «Резонанс». И я какое-то время даже была главным редактором этой газеты, потом просто автором, одним из журналистов. Это был такой у нас эксперимент школьный. Мы издавали свою газету. Она печаталась здесь, и именно отсюда, из этого подвала, нам выносили вот эти вот стопочки газет. Мы их брали, совершенно счастливые, шли домой. А ждали мы всего этого на сковородке. Так что вот тогда уже здесь сидели под Ульяновым еще в школьные годы. Так что спасибо, что позвались сюда, мне очень приятно быть здесь, я очень рассчитываю на ваши вопросы. Задавайте, пожалуйста, мне очень приятно быть в диалоге, чем в монологе. Так что я вот, наверное, постою, кресло я отодвиную, с вашего позволения, чуть-чуть. Нет, можно есть кресло? Я лучше постою. Оно хоть и красное, но очень удобное. Значит, и еще. Вот я думаю, что и вопросы будут связаны, конечно, с той главной книгой, которой уже четыре, да, без малого, если не больше лет, говорят, все спорят, обсуждают, экранизации идут. Значит, постановки в театрах страны переведено на три десятка, если не больше, языков мира. Ну, все-таки хотелось бы, знаете, что вначале уточнить? А чем сегодня живет Гузель Яхина? Что сегодня вас радует, тревожит, настораживает, зовет к творчеству, а может быть, наоборот, дезориентирует? Вот что сегодня вы видите главной задачей, главной проблемой, может быть, своего творчества? Ну, это очень серьезный вопрос, и таким вот самым первым прямо на него сложно отвечать. Ну, на самом деле, конечно, я не буду скрывать, мне бы хотелось написать третью историю. Две истории написаны, и это те истории, за которые мне пока что не стыдно. Не история о Зулейхе, не история о Якобе Ивановиче Бахе, по-волжеском немце. Хотела бы написать третью историю, о чем она будет, пока не буду рассказывать, потому что это не имеет смысла, истории пока нет. Если она сложится, я буду счастлива. А нет, ну, значит, нет. Ну, вот пока это моя главная такая задача жизненная, и главная же и проблема, и главная же забота. Подумать, сложить, попробовать рассказать третью историю. Ну, вот, вот так, наверное, отвечу. Это действительно честный ответ. Спасибо. Если есть вопросы в зале, вы сразу давайте знать, и, соответственно, микрофон будет к вам переходить. Грузель, а можно сразу, чисто профессиональный вопрос журналисту, поскольку здесь журфак, ну, по-простому называется. Скажите, а вот ваши книги начинаешь, люди обычно берут сначала, допустим, не знают, что такая Грузель Яхина, не знали, не знают, что это за книга, что она еще премии не имела. Мы открываем ее сначала и с конца. Ну, скажем так, начало и конец, они, ну, не то чтобы, ну, не маркетологические, для продвижения не очень-то как-то срабатывают. А чисто по-журналистике есть основы, которые преподаются здесь. Там, ну, по-простому говоря, заголовок, подзаголовок, элит и динамичное начало, которое сразу привлекает и захватывает. А скажите, вот вы как-то этому принципиально не следуете? И как следующая ваша книга? Вы как не собираетесь все-таки? Или вам это уже не нужно? Ну, как сказать, мне в любом тексте, я сейчас говорю не о своих текстах, а в принципе о тех текстах, которые я читаю, конечно, важно начало. Мне кажется, начало даже гораздо более важно, чем конец, просто потому что начало привязывает читателя к книге. Поэтому первые 10 страниц, так это точно самые важные страницы вообще в книге. Они дают шанс читателю хоть как-то пожить дальше с текстом, дочитать его до конца. Поэтому для меня 10 страниц первые, ну, 20 и 30 очень важны. И здесь я не говорю о динамике, я говорю скорее больше о таком течении мысли, что ли, которые в этих страницах есть, о том конфликте, пускай не открытом, а скрытом, который в этих страницах заложен. Всегда, мне кажется, ощущается на первых же страницах книги, насколько первая часть, первая глава, первые 10-20 страниц, насколько в них, как в зерне, содержится то, что потом вырастает в тексте. Вот если первые 20 страниц, вот есть ощущение зерна, есть ощущение даже, может быть, целой коробочки с семенами, которые позже прорастают дальше в сюжете, вот тогда эта книга тянет за собой, ее можно читать. И это совершенно не связано с динамикой. Это может быть медленный рассказ о чем-то, что происходит в течение, я не знаю, там, двух секунд. Но если течение мысли есть, и эта мысль содержит в себе то, что прорастет позже, это же ощущается всегда. Вот тогда книгу интересно читать. И мне всегда эти вот первые страницы даются очень сложно. Говорю всегда, у меня всего две книжки на самом деле, но есть еще пара рассказов, конечно, но я сейчас говорю о больших текстах, о серьезных текстах. Говорю всегда, потому что оба моих романа, они имели много начал. И я действительно несколько раз пыталась входить в первый роман, и шесть раз пыталась входить во второй роман. То есть я начинала романное действие с разных временных точек, с разными героями, и смотрела, что из этого получается. Позже видела, что не получается, и перестраивала историю, и перекраивала ее, ну и так дальше. То есть действительно, вот эти вот первые страницы, они у автора, ну как мне кажется, я пока от себя говорю, но, наверное, это правило для многих авторов работает, они отнимают, ну конечно, не половину всей энергии, но они отнимают огромное количество энергии и времени. И если эта энергия, это время, эти силы, эти мысли вложены в страницы, ты это чувствуешь, даже если динамики нет. А если не вложены, то динамикой, вернее так, на динамике долго не проедешь. Поэтому здесь к динамике я отношусь аккуратно, а вот к таким словам, как выражениям, как течение мысли, или некий заложенный конфликт, или зерно сюжета, вот я к этому отношусь серьезно, и правда вот уделяю этому внимание. Поэтому вот в разных книгах, вот вы держите, по-моему, обе мои книжки, я за это очень признательна вам, это сделано по-разному, в первом романе это такое начало изнутри совершенно героини, с открытия глаз, и просто взгляд на мир ее глазами, это вот один такой ход, который был придуман. В случае со вторым романом «Дети мои» это скорее некие более общие описания, даже описания, которые начинаются с такого дальнего плана, с полета над Волгой, который разделяет мир на две части, это вот такие разные очень подходы, но мне казалось, что вот так, наверное, нужно, можно попробовать читателя увлечь, вовлечь в историю. Спасибо. Есть ли вопросы в зале? Пока вопрос. А, есть вопрос, хорошо. Скажите, пожалуйста, раз уж находитесь в родном Татарстане, такой вопрос, есть ли произведения татарской литературы, которые оказывали, или оказывают влияние на ваше творчество, есть ли любимые писатели татарские, ну, в переводе, видимо, читайте, но все равно. Ну, вопрос неспроста, например, вот такой писатель, как Ибрагим Саляхов, Черный Колыма, есть так и известные произведения, или произведения, которые описывают быт, обычаи татарского народа, о чем возникали многие споры по вашему произведению, и числа классиков, очень интересные у нас произведения, которые описывают такие интересные стороны быта жизни татарского народа. Есть ли такие писатели в произведении? Да, спасибо за ваш вопрос. Я бы назвала, наверное, первые имена, которые приходят в голову, но это, собственно, не секрет. Это Гадулат Тука и Мусаджалиль. Это то, что с детства нам вкладывали, и то, что мы знаем с детства. И даже мы читали их на татарском языке. Просто сейчас уже я достаточно давно отделилась от семьи, получается. Я переехала в Москву в 99-м году, и потихонечку, конечно, отделилась уже и от Казани. Не то, чтобы я отделилась окончательно, но я переехала отсюда в другой город, не уехала окончательно, но нет, я здесь часто. Но, тем не менее, это уже город, куда я приезжаю к родителям. Ну и, конечно, умерли бабушки и дедушки, с кем я говорила на татарском языке, поэтому татарским я теперь владею гораздо хуже, чем в детстве. А в детстве до трех лет только по-татарски говорила, и с очень хорошим произношением, которым мои бабушки хвастались. Поэтому то, что было вложено в школе, я до сих пор с благодарностью вспоминаю. И те же самые обидские тетради, которые мы читали, я недавно даже перечитала некоторые из этого. И это, наверное, то, из чего и растет, мне кажется, такая любовь к родному. И мне кажется, что татарская часть – это часть меня. И большей частью это, наверное, было почерпнуто все же из жизни в доме бабушек и дедушек. И вот те претензии, которые возникали к роману о Зулихе, я о них знаю, я читала, видела эти списки. Ну, вы знаете, я могла бы, наверное, себе позволить в эту дискуссию вступить и рассказать по пунктам, чем неправы те, кто эти претензии рассказывает. Но я этого делать не стал принципиально. Мы каждый из этих пунктов разобрали очень тщательно с Флёрой Тархановой, которую вы наверняка хорошо знали. Она, к сожалению, покинула нас, но вот да. И мы даже составили какие-то аргументы, которые можно было бы выдвинуть, но мне показалось, что этого не нужно делать. Я рассказала, описала Раташский быт так, как я его видела, так, как я его знала. И мне не кажется, что в тексте есть какие-то ошибки. Есть, могут быть, разные толкования того, что там есть, но это толкование. Что касается фактов, то я здесь вот, стоя здесь перед вами, говорю еще раз, я не думаю, мне не кажется, что там есть ошибки. И больше того, мне очень было волнительно за тот фильм, который снимался. Просто потому, что в книге ты описываешь несколько деталей дома, но ты не показываешь дом как-то и показываешь его на экране. А если вдруг на показанном на экране будет какая-то небольшая ошибка, это будет сразу видно. Поэтому я, конечно, очень рекомендовала съемочной группе пригласить специалистов по татарскому быту, для того, чтобы ни в коем случае никаких вот таких вот досадных мелочей не прокралось в фильм. Такие специалисты были приглашены, их было даже больше двух человек. Вот я сейчас точно не знаю, три, наверное, их было специалисты. Я с ними не общалась, но я знаю точно, что фильм консультировали очень серьезно. Ну вот, например, такая деталь. Я когда отсматривала рабочий материал фильма, я вдруг увидела стол в доме Зулейхи и Муртазы. Я говорю, как, почему стол? Не должно быть стола в 30-м году в деревенском доме. А оказалось, что за этим самым столом стоит очень большая дискуссия, которая была у этих специалистов. И специалисты коллегиально принимали решение, имеет право стол стоять в татарской избе в 1930-м году или не имеет. И те, кто считал, что имеет, доказали, те самые специалисты по татарскому быту, научные сотрудники, что в 30-е годы в состоятельных домах уже стояли эти элементы социалистического быта, столы, как мы и знаем. Поэтому стол встал и стоит там с полным правом. Ну и так дальше. То есть за теми деталями в фильме, которые может показаться непродуманной, за ними стоит очень большая работа и тщательное обсуждение. Те же самые ворота мне рассказывали, двустворчатые или одностворчатые. А с какой стороны они открываются, ну и так дальше. То есть очень тщательно подходила группа к вот этому материалу этнографическому. Я надеюсь, что ляпов там нет или их достаточно мало. В любом случае мы постарались, чтобы этого не было. По крайней мере, я не то чтобы старалась, я вот очень болела за то, чтобы этого не случилось. Спасибо. Спасибо. Вот перед следующим вопросом из зала, под вопрос такой личностный. Вот журналисты, когда что-то там создают, пишут, снимают, им очень нравится, когда идут потом нападки, это их заводит, критика идет, возбуждаются страшно. А вот писатель все-таки, когда вот начинается дискуссия, о которой вот вы сейчас как раз в том числе упоминали, он обижается, расстраивается или входит в такой же кураж, извините, да, как журналист. Вот какие ваши были ощущения, когда вы читали, в том числе и негативные какие-то отзывы, связанные с вашими произведениями? Негатива было очень много, я, собственно, этого не скрываю, не то чтобы я специально о нем рассказываю, но такой вопрос постоянно возникает даже на московских встречах, потому что как-то вот такие волны эти доходят также и до Москвы. Ну, здесь я могу сказать, что, конечно, я отношусь к этому эмоционально, конечно, не могу сказать, что это меня как-то вот сильно радует, не могу сказать, что это ввергает меня в какой-то кураж необыкновенный, нет, но, тем не менее, я спокойна достаточно, и я понимаю умом, что это подхлёстывает интерес к книге, я этому рада, я признательна тем, кто высказывается, и даже вот комментарии есть там, очень нравится некоторым нашим коллегам из Москвы читать комментарии в бизнес-онлайн, когда появляется какой-нибудь материал, появляется зулихи, и вот бизнес-онлайн, он как-то отличается тем, что комментарии там особо доброжелательны, я бы сказала. Эта доброжелательность очень радует московских коллег, потому что они, вот они-то впадают в кураж настоящий, всё это читая, значит, и как-то пытаясь осмыслить, вот. Но если серьёзно, то здесь я рада, что благодаря этой книге у меня появляется возможность рассказывать о татарах и рассказывать о Казани за рубежом, потому что до сих пор на встречах за рубежом возникает вопрос, Казань? Это, наверное, Казахстан? Нет, нет, ни в коем образом. Ну, и начинаешь рассказывать, и выясняется, что да, оказывается, слышали про этот город, и есть возможность как-то порекламировать его. Я рекламирую с большой радостью, просто потому что, правда, я счастлива тому, что происходит в городе, и город очень красивый, что говорить. Я с радостью рассказываю. И рассказываю о татарах, потому что слово татары для многих за рубежом, особенно в Европе, в Западной Европе, оно ассоциируется, связано просто плотно с Великой Тартарией, которая там, значит, на средневековых картах занимала огромную территорию, но чуть ли не от Каспийского моря до Тихого океана. Этот собственный термин, Тартария, Великая Тартария, был же введён западноевропейскими картографами, это была середина, я сейчас не помню, наверное, 13 века, то есть очень давние века, когда вот эту вот огромную территорию от Европы и дальше куда-то вот к Тихому океану обозвали, очень пугаясь этого слова, Тартарией, потому что, собственно, Тартар это вот глубинные слои ада, откуда могли напасть какие-нибудь кочевники. Все, вот всех называли тартарами, от, не знаю, от войск Тамерлана до войск Чингисхана, или наоборот, неважно. И вот это вот такое лёгкое опасение к этому слову, Тартары, кто это Тартары? Я рассказываю об этом, что это, в общем-то, мирный народ, народ с богатыми культурными традициями, с такой замечательной столицей, ну и так дальше. И я рада, что я могу это делать. Очень трогательная встреча была у меня однажды, совсем недавно, в апреле этого года, в глубинке Франции, я была в Северной Франции, и так получилось, что меня позвали выступить в школу. Это были лицейские классы, это были дети по 15 лет. И вдруг эти самые дети, вместо того, чтобы слушать моё выступление, они сами устроили представление и показали мне, минут на 15, наверное, такой небольшой, небольшую постановку о татарах. Мне спели какие-то татарские мелодии, изобразили танец на татарскую мелодию, показали виды Казани, рассказали о том, как раскулачивали татар. И вот я это слушала, сидя во Франции, в какой-то деревне французской, и мне это рассказывали школьники на французском. То есть мне это было жутко трогательно, и при этом совершенно необычно. Вот такое тоже бывает. Поэтому я рада, что у меня такая возможность есть. Я с радостью приглашаю всех в Казань, когда бываю на таких встречах. Ну и вот, да, объясняю, что татары — это не кочевники, дикие совершенно, которые едят сырое мясо. И вовсе не тартары, а всё-таки татары. Гусель Шамилевна, хотелось бы задать вопрос вдогонку о фильме. Во-первых, как вы его оцениваете? А во-вторых, потому что, я так понимаю, вы уже видели часть съёмочного материала хотя бы. А во-вторых, вот та зулиха, которая в книге, очевидно, что она вам родная. А та зулиха, которая в фильме, вы успели её полюбить? Да, спасибо. Это очень хороший вопрос. Я видела действительно фильм, но это не финальная версия. Это то, что можно назвать режиссёрской версией. Это тот материал, который режиссёр скомпоновал так, как ему кажется правильным, и который близок, наверное, к финальному варианту, но это ещё не финальный вариант. Поэтому я очень осторожно сейчас рассказываю. Я рассказываю о своих впечатлениях о режиссёрской версии. Эта версия мне очень понравилась. Особенно мне понравилась первая серия. Просто потому, что это пахнет большим кино. Это не пахнет сериалом плохим, которых, мы знаем, огромное количество есть, существует. Это не пахнет даже средним сериалом. Это пахнет большим метром, полным метром, то есть большим кино. Режиссёр Егор Анашкин позволил себе многие вещи, которые позволяют режиссёры большого кино. Он себе позволил сделать сцены длинные, молчаливые, где нет слов. Он позволил себе заставить героиню главную молчать всю первую серию. Чулпан Хаматова произносит единственное слово за первую серию. Какое, я вам не скажу в этой версии. Чулпан Хаматова, Зулейха, общается всю первую серию со своим мужем Муртазой. Его, кстати, играет Рамиль Сабитов, возможно, вы его знаете. Она общается глазами. И это тоже очень смело для режиссёра телевизионного. И для телевизионного канала это смело. Просто потому, что законы сериала предполагают много говорения, много диалогов, много реплик. Чтобы можно было даже особо не глядя на экран, так поглядывая иногда, слушать то, что происходит и считывать происходящее, ну, смысл происходящего. Много сделало того в фильме, что действительно является инструментарием большого кино. Мне это очень радостно. Я была удивлена это увидеть. Я сразу просто сняла шляпу перед Егором и просто вот моментально полюбила его ещё больше. Я его и так любила, но полюбила ещё больше. И я, конечно, очень надеюсь, что всё-таки это останется так в фильме. Я говорю очень осторожно, потому что мы все понимаем, это большой канал, у него есть рейтинги, рейтинги должны быть. И эти рейтинги важны. Ну и так дальше. Поэтому, где именно случится пересечение желаний режиссёра, представления режиссёра о прекрасном, представления канала, о том, что должно быть на экране, я пока не знаю. Но вот мы сейчас увидим здесь в Казани первую серию, обещают показать её завтра. И предположу, что это будет первая серия, смонтированная режиссёрски. Я предположу, что это будет то самое, что я видела, без особых изменений ещё. И это, видимо, тот вариант, которому я сейчас вот так вот восторжена, о котором отзываюсь. Так что тот материал, который я видела, он совершенно точно имеет, мне кажется, все шансы стать самостоятельным произведением. Материал прекрасный. А если он будет слегка крепче сбит, ну, значит, он будет крепче сбит. Немножко туже как-то, если там будут завязаны все эти какие-то узлы, как-то более динамично смонтированы сцены, значит, это так и будет. Пока это смонтировано очень по-взрослому, очень длинно, серьёзно, без желания понравиться зрителю. Вот это очень важно. Это означает также и уважение к зрителю. То есть режиссёр не боится сделать взрослое, серьёзное кино. Он доверяет зрителю. Режиссёр верит, что зритель такой фильм готов смотреть. Я в это тоже верю. Давайте посмотрим, верит ли в этот канал, телевизионный канал. Значит, что касается Зулихи, героини, то, в общем-то, здесь образ Чулпана был с вами достаточно долго, просто потому, что фильм изначально был написан, не фильм, история о Зулихе была написана как фильм, как сценарий. Ну и, собственно, тогда уже возникла фигура Чулпана, образ Чулпана, как такой, знаете, дримкаст, это такое профессиональное выражение, то есть некое представление сценариста о том, кто мог бы сыграть из известных актёров в фильме. И вот тогда, на этапе обсуждения возможных героев, возможных исполнителей ролей, возник образ Чулпана. Поэтому, собственно, для меня здесь была одна только возможность, это Чулпан, и я об этом рассказывала. Я рада, что Кадал тоже увидел Чулпан в этом образе, я рада, что Чулпан согласилась. Я знаю, что она согласилась не сразу, а почитав только сценарий, то есть поняв, что сценарий не искажает историю, не превращает её в такую, ну, любовную какую-то такую мелодраму, на фоне далёком исторических событий. Так что я рада, что звёзды сошлись, но не только Чулпан ещё в этом фильме. Тут есть вообще плестящий актёрский состав, есть Юлия Пересильд в роли русской женщины Анастасии, есть Сергей Маковецкий в роли доктора Лейба, есть Роза Хайрулина, есть, кстати, в одной из второстепенных ролей Роман Козак. Возможно, вы помните такого отличного актёра, он в своё время играл в Качаловском театре, да, вы киваете, наверное, помните его, по-моему, блестящий актёр совершенно, он сыграл второстепенную роль такого начальника там из НКВД. Вот, есть Роман Мадянов, на самом деле, есть Рамиль Сабитов, то есть состав, конечно, актёрский, просто блестящий, ему может позавидовать любой полный метр совершенно точно, не говоря уже вот о таком сериале. Люди, у меня такого... Я очень волнуюсь, потому что мне бы хотелось сказать огромное спасибо от моей мамы, и семьи репрессированных, и люди, которые это всё пережили, она читала вашу первую книгу, она плакала, это было действительно для неё... Люди, которые, понимаете, они ведь потом стеснялись этого, это скрывалось, я даже очень в таком уже солидном возрасте узнала о том, что действительно их репрессировали, их высылали. Она уже родилась уже на новом месте, потому что старшие её братья уже, будучи сами с Татарстана, их сослали, это всё она пережила, и это всё было и унижение, и это уже было отношение, как говорится, другое, как к врагам народа, хотя, в общем-то, люди были кулаки, и старались, и они действительно были работяги. И у меня, например, нету первой книги, она ушла в народ, я её не смогла уже... Зачитали, называется, как раньше было советское временное. У меня такой вопрос, почему и в той, и в другой книге у вас идёт всегда рождение нового человека? То есть и там как-то мы это вот сопереживаем, и во второй книге, и это всё действительно как-то вот именно с рождением нового человека. Спасибо. Ответ шуточный. У меня есть замечательная свекровь, она акушер-гинеколог прекрасный, и консультирует меня замечательно по всем вопросам, касающимся деторождения. Вот ответ шуточный, ответ серьёзный. Обе истории длинные, обе истории на много лет. В первом случае романное действие длится 16 лет, во втором 22 года, и, конечно, это тот период, когда случаются разные, очень важные события в жизни героев. Ну а что может быть важнее, чем рождение? Поэтому здесь, конечно, описывая такую длинную историю, мне кажется, уйти от темы деторождения, это было бы, наверное, не то чтобы сложно, но вот в моём случае оно так и сложилось, что и у Зулиихи, и у якобы Ивана Чебаха появляются дети. Просто потому что длинная очень история, и это то, что даёт им новый импульс к жизни. Это то, что меняет героя очень сильно. В случае с Зулиихой роды находятся ровно посередине книги, и она, родив этого ребёнка, перерождается к жизни. В общем-то, она отказывается от мысли о смерти, которая постоянно с ней вместе первую половину книги. В случае со вторым героем это похоже, может быть, в чём-то, но это такой совершенно новый импульс к жизни героя, который даёт ему эту траекторию развития на все эти годы ближайшие, и, собственно, то, что определяет его жизнь. Поэтому в обоих случаях это как-то мне показалось важным, нужным. Я не смогла от этого уйти. Обе сцены рождения прописаны с тщательной консультацией акушер-гинеколога. И правда, действительно, здесь я совершенно спокойна, моя совесть чиста, писательская в том смысле, что описаны очень конкретные акушерские ситуации. Ну и, наверное, ещё вот одна деталь. Мы даже накратко её вспомнили сегодня, общаясь. Гузель Шамильевна родилась 1 июня, в День защиты детей. Самый светлый детский день. И, конечно, детская тема, наверное, ещё от звёзд у вас. Вот так вот. Я думаю, можно даже поаплодировать с такими замечательными днём рождения. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемая Гузель Шамильевна, действительно, хочется поблагодарить вас за популяризацию Казани и Республики Татарстан. В силу своей профессии мне приходится очень много ездить. И вот в каких бы странах я ни была, там Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Австрия, Франция, Германия. Вы знаете, удивительно, все знают ваши книги. Гузель Яхину, Зулейха Открывает Глаза, Дети Мои. И я считаю, что это популяризация не только нашего города и Республики Татарстан, но и Казанского федерального университета, потому что Гузель Шамильевна, наша выпускница, вам с любовью от филологов Казанского университета. Отметим, да, что филологи, всё-таки, мне кажется, ваши учителя. Вы как оцениваете свою студентку, её работу? Ну, мы гордимся Гузель Шамильевной на всех наших презентациях фотографии Гузель Шамильевна как выпускница Казанского федерального университета. И я думаю, что Гузель Шамильевна напишет ещё новые романы и прославит и Казань, и Республику Татарстан, и, конечно же, Казанский федеральный университет. Спасибо вам. Спасибо. Я здесь должна как-то вот, наверное, пояснить, что вы наверняка понимаете, что сейчас у нас всё это слилось вместе. Выпускница, я, конечно, не КГУ, а педагогического института. Я в своё время почему-то не поступала в университет, я не понимаю, почему. Как-то так вот сложилось, что я пошла по стопам дедушки, пошла в педагогический, но уже подрастая, как-то взрослее, я сожалела, что я не пошла в КГУ. Думаю, ну вот как-то я странно упустила такой шанс, который был совершенно на ладони. Пойти всё-таки попробовать в КГУ поступить. Но вот теперь зачислили за него число. Теперь я всё-таки в выпускниках федерального университета. Даже таким вот странным образом я оказалась всё-таки. Ну вот и всегда по традиции, всегда говорится, расскажите самую интересную историю. Вот историю школьной вашей жизни мы вспомнили, которая связана, кстати, вот с этим зданием университета. А вот какая, расскажите какую-нибудь самую интересную, на ваш взгляд, эту историю из вашей студенческой жизни. Если такова и есть. Ой, ну вы прямо озадачили. Я наверняка могу вспомнить что-то, но вот так вот прямо историю студенческой жизни. Ох. Ну. Ну тогда пока вот следующий вопрос. В деревне? Ой, картошка. Первый курс. Ну да. В общем-то здесь, наверное, у многих такие истории были. Тоже помогли, но могло, наверное, это вспоминание потом задаваться. Несомненно, да. Спасибо. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ Это то, что по этой книге сняли фильм. И, конечно, она потрясающе передает вот ту атмосферу, которая была в семьях, у которых есть репрессированная. Ну, меня это тоже коснулось, поэтому я извиняюсь. Эта часть, конечно, вызывает слезы. И это удивительно передает все. Но вторая книга, она более литературная. Я бы даже сказала, что когда я прочитала вторую книгу, мне пришли в голову такие мысли, что если детей, которых обучают русскому языку, просят читать Чехова, то вы, наверное, современный Чехов. Очень красивый язык. Вот скажите, пожалуйста, когда вы писали первую книгу, что послужило импульсом для ее создания? Какая жизненная история в вашей жизни? И что послужило импульсом для написания второй книги? Они очень разноплановые. Здесь касается одного народа, вторая книга касается другого народа. Все это малые народы. Значит, эта тема для вас близка? Спасибо. Называть татар малым народом как-то у меня язык, наверное, сейчас не повернется. На самом деле, что касается первой истории, первого романа, да, это часть моей семейной истории, истории моей бабушки, которая побывала в Сибирской ссылке ребенком, там выросла. И она, наверное, про образ Юсуфа, как-то вот так можно ее назвать. Поэтому, да, семейная история вдохновила именно об этом писать. Очень хотелось разобраться в том, что происходило в Кулацкой ссылке тогда, в 30-е годы, в Сибири. Что же касается второй истории, второго романа, то здесь для меня всегда тема немцев, немецкого была близкой. Мой дедушка, учитель немецкого языка, и как-то я с детства эти немецкие слова слышала, учила сама в школе немецкий, поступала потом уже на ИНИАС и общалась много с немецкими коллегами. Но в начале жизни, как-то в детстве, я предполагала, что немецкую и Германию, это где-то совершенно далеко. Это был мир за железным занавесом, совершенно непонятно было, где это, на какой-то другой планете практически находилось. как вдруг в старшей школе, это было уже, получается, в 90-е годы, нам стали рассказывать о том, что когда-то была еще и очень большая немецкая Казань. Вот это вот осознание того, что здесь, вот в этом городе, где я выросла, в этом центре, где прошло все детство, было очень большое число немцев, и они не только жили, они на самом деле были профессурой, это были профессора, это были архитекторы, это были скульпторы, это были аптекари, это были врачи. И это был огромный вклад вообще просто во все Казанское, в Казанский университет. Мы все помним с вами Карла Фукса и другие имена, помним. Вот это все меня совершенно поразило. И это было таким вот открытием тогда первым, что, оказывается, немецкое было рядом, а позже я, конечно, стала изучать и поднимать цифры какие-то. Вот удивительная цифра совершенно, 1906 год. Количество лютеранцев в приходе лютеранской кирхи, это которое Карла Маркса 26, мы все знаем, их было более тысячи человек. А немцы вообще целиком составляли почти процент от жителей Казани, потому что численность Казани, численность населения тогда была порядка 150 тысяч. Да? То есть почти процент были немцы. Ух! 1926 год, спустя ровно 20 лет, этих прихожан остается всего 53 человека. То есть вот за эти 20 лет немцы покинули их, вымыло отсюда, ну, я не знаю, как сказать, все уехали отсюда. И, собственно, Казани немецкая осталось очень, очень мало ее осталось. Парк, парк Горького, любимое место совершенно, где тоже полдетства прошло. Оказывается, называлась это когда-то русско-немецкая Швейцария. И были там дачи немецкой профессуры. Вот эти все вещи, которые я вдруг начала открывать, ну, нам о них рассказывали просто в школе, у нас были очень хорошие уроки истории. Вот это все, конечно, очень сильно меня волновало. Тогда, ну и позже, когда я решила уже писать второй роман, я понимала, что это тема, которая волнует, волнует достаточно давно. И поехала я в Поволжье, именно туда, вот где было, собственно, сердце было немецкой, Волгонемецкой республики, Саратов, Энгельс, Маркс. Там этих следов немецких тоже очень мало. И вот этот протест против того, что забыто немецкое, что его практически не осталось, осталось только по музеям, в диссертациях осталось, там, в книжках каких-то, этот протест, конечно, он меня и как-то подбодрил, и, наверное, вдохновил, можно сказать так. Поэтому вот так. А что касается немцев здесь, в Казани, то даже, удивительный факт, первое водительское удостоверение в Казани было выдано немцам, его звали Филипп Рудольф, 1912 год. Даже такие вот мелочи, уж не говоря о бренингах, не говоря о профессуре университетской, первый библиотекарь Казанского университета, немец Максимилиан Шторль. Его последователи тоже немцы. Профессор словистики Карл Фокт, профессор востоковедения потом был, Борхард, по-моему, была его фамилия, ну и так дальше. То есть очень много фамилий, и все немецкие, и, в общем-то, это все как-то вот оказалось, что совсем рядом. Вот это было, конечно, важно. Известит Тарстана Аяс Хасанов. Если с фильмом более-менее понятно, с актерским составом, с паузами, то вот с театральными постановками, я смотрел Башкирского театра. Вот, если там можно сериал в фильме сделать, то здесь упаковать в два с половиной часа. Насколько вы удовлетворены этой работой? Да, спасибо. Я рада, что я могу сейчас в ответ рассказать об этой постановке. Я совершенно счастлива, что первая постановка Зулихи случилась на сцене Башкирского театра драмы Минимажита Гахури. Я совершенно счастлива, что Айрат Абуш Ахманов за это взялся и сделал. Он сделал это очень здорово. Я не понимала совершенно, как можно упаковать сюжет вот в эти, ну там почти три получается часа. Я когда начала смотреть, у меня было ощущение, что я мчусь на какой-то скоростной машине по знакомым местам, и просто места вот так вот мелькают мимо меня, и то, что расписано в книге на несколько, на многие страницы, проносится там за секунды на сцене. Но это действительно очень умелый ход, мне кажется, очень профессиональный ход. Плюс этот спектакль совершенно режиссерский. Там столько режиссерских находок, замечательных совершенно, что он живет. Вот он живет как отдельное самостоятельное произведение. Да, там есть, конечно, тексты книги, да, сюжет взятый из книги, но это совершенно режиссерское решение. И это решение, по-моему, блестящее. Я когда смотрела спектакль первый раз, я первое действие так немножко пыталась понять, как и что, потом меня захватило. Когда смотрела второй, я уже повторно, я понимала гораздо больше. То есть это тот спектакль, который, мне кажется, нужно смотреть, может быть, несколько раз. Даже я как автор, вот я была не готова с первого раза понять все, что было заложено. Вот. Поэтому здесь я могу только еще лишний раз высказать свою благодарность Айрату. Я видела его работы предыдущие. И это очень хорошая работа. Я понимала, что он умеет работать с этнографическим материалом, что он очень бережно к этому относится. Я понимала, что он при этом современный. То есть не пыльный, а вот именно современный. И вот эта вот грань между традиционным и современным, мне кажется, что в Зулихе соблюдена очень здорово, очень тонко. И я рада, что они взяли золотую маску. Я просто вот за них болела, и из всех сил только раз, и ее дали. То есть я совершенно рада. Спасибо большое за эту встречу. Я хочу выразить вам большую-большую благодарность за ваши тексты, за книги. Это очень богатый литературный материал, с которым мне лично было очень интересно работать. Завтра у меня защита диссертации. И вот в связи с этим такой вопрос. Спасибо большое. Диссертация посвящена диалогу культурных традиций. И вот изучая ваши романы, исследуя тексты, у меня возник такой вопрос. Ваши герои, носители в начале романа, носители татарской, например, идентичности и немецкой, но по ходу произведения, по ходу сюжета, мне кажется, на первый план выходит идентичность материнская у Зулихи и отцовская у Баха. Вот как вы считаете, так ли это? Является ли это идентичность для героев ведущей? Отказываются ли они от национальной идентичности? Спасибо, это очень интересный вопрос. Здесь, если можно, я отвечу не за героев, как вы спросили, а все-таки за автора, как за себя. Для меня было важно, вот оба романа, и здорово, что вы это как-то так вот рассказали сейчас и тонко уловили. Для меня было очень важно вот именно так и построить, чтобы начиналось как национальное, а потом переходило в общечеловеческое. И я так строила первый роман, это там даже более явно может быть сделано, потому что там есть еще и татарская лексика, которая там вкраплении есть, там есть татарский быт, который потом исчезает. Но и в случае со вторым романом точно так же. Мне хотелось, чтобы это вот национальное поначалу было ярким, было интересным, чтобы его было много, а потом, чтобы все же эта история перешла в историю общечеловеческую. Поэтому здесь я исходила скорее не из героев, а исходила из такой вот авторской задумки, что ли, из такой вот концепции показать через национальное, а потом выйти все-таки к общечеловеческому. Вот такой был замысел. Я хотела вас спросить, у вас очень много деталей в ваших книгах. И я иногда вот читала, я удивлялась, насколько хорошо это все описано и насколько подробно. То есть очевидно, что вы не жили в то время, но парадоксально, вы описываете вот все мелочи, то есть буквально, например, они едут в вагоне, вы описываете там элементарно, что они едят, что они там испытывают, чем они болеют. Я хотела спросить, а какие у вас были источники? То есть вы сказали, что вот у вас была бабушка, и вы во многом по ее рассказам писали. Но кроме бабушки, наверное, у вас были какие-то еще источники, которые вам позволили настолько детально и хорошо все описать. Спасибо. Это очень важный вопрос про источники. И на самом деле с источниками я работала больше даже и во втором случае, просто потому, что в первом я какие-то вещи знала из детства. И то, что касается татарского дома, вот я рассказывала, в общем-то это то, что я видела с детства, я это помнила, мне не приходилось начитывать дополнительно. А в случае со вторым романом «Дети мои», вот тут действительно очень боялась сесть в лужу. Я очень боялась попасть в просак из-за каких-нибудь мелочей. Поэтому я штудировала матчасть очень тщательно. Я читала тексты, написанные самими жителями Советской и Немецкой Республики. То есть только первоисточники я брала. Не воспоминания внуков о том, как там что-то когда-то было, а именно первоисточники, именно тексты тех, кто жил тогда сам. Я смотрела фильмы. Был фильмы, это громко сказано, один фильм на самом деле был. Я его раскопала, и в итоге он мне очень много дал. Фильм, снятый, художественный фильм, снятый в 1927 году на студии «Немкино» в Саратове. Это фильм, где снимались немецкие колхозники, советские немецкие колхозники. Фильм, снятый в обычном немецком селе в колонии на Волге. Маринталь. Маринталь, да. То есть я смотрела на то, что есть, и описывала то, что я вижу в кадре, к примеру. Дальше еще одним источником, важным были, конечно, диссертации. Их очень много на тему немецкого Поволжья. Диссертации всячески разные, и исторические там были, конечно, но были и, допустим, филологические какие-то моменты. Дальше, конечно, были важны очень музеи. То есть я ходила по этим музеям, это вот Энгельс, Маркс, великолепные совершенно музеи, и там в этих музеях эти предметы я щупить не могла, они были за стеклом, но я их совершенно точно вот прям предметно изучала, фотографировала и так дальше. То есть старалась как можно больше посмотреть, изучить. Вошло в текст далеко не все, просто потому что невозможно утопить читателей в деталях. И так уже вторая книга, она вот грешит вот этим вот обилием материала, просто так хотелось все это рассказать, но я понимаю, что там его много, всех этих наличников, кружавчиков, этого всего там много. А был-то материал еще и больше. Да, еще книжки выписывала из-за рубежа. Выписывала книжки из библиотек Вены и Мюнхена. Это были книги, написанные, собственно, теми, кто бежал из Немецкой Республики и в мемуарах описывал свою жизнь в немецком Поволжье до революции. Книги изданы на немецком, в Германии уже, и заказать их можно было только там, то есть у нас их не было в наших фондах в Москве. Вот, поэтому, как могла, находила картины. Да, есть картины, замечательные совершенно, написанные художником немецким Яковлевичем Вебером. Это картины, представляющие быт немецкого Поволжья. Как люди варят арбузный мед, как переходит через Волгу в ледоход, ну, почти в ледоход, как причаливает судно к пристани, ну и так дальше. То есть вот такие вот моменты, всячески они собираются в некий образ, и уже что-то входит в текст, ну, а какие-то вещи очень вкусные, очень сладкие, но остаются за кадром, просто потому что их, ну, они уже просто не вписываются, они уже переутяжеляют текст. Добрый день. Вот, исходя из ответа на предыдущие вопросы, исходя из того, что вы говорили о фильме, вполне очевидно, что вы очень большое внимание уделяете деталям, не только национальной идентичности, но очень многим другим. Так случилось, что, ну, в воле случая, год назад, во время командировки в Японию, мы познакомились с очень милой дамой, которая там переводит зелиху на японский язык. Ух ты! Да, вот. И она нам теперь бесконечно пишет письма, интересуясь вот рядом деталей, по текстам, да. Что она-то пишет? Пусть мне пить. А, ну вот. Ну, давайте мы после встречи, да, меняемся. Можно я последний вопрос вам переадресую? Да, вот она очень такая вдумчивая барышня, и она обратила внимание на очень много таких цифровых, нумерологических совпадений, вот, например, 30 лет зелихе, да, 30-й год начала действия, 30, там, жителей первых всем руки, там, 4 дочери, 4 ангела, и вот ей принципиально важно знать, имеется ли в этом какой-то вот значимый подтекст, и черный шатер ее еще очень беспокоит, да, имеет ли это какое-то значение такое метафизическое, либо это как-то связано вот с особенностями национального быта. Спасибо, да. Здесь, на самом деле, на полном серьезе, я с переводчиками общаюсь, если они на меня выходят. Если они как-то вот не выходят на меня, то я их просто могу не знать, и вы совершенно спокойно можете дать ей мой адрес, если она общается по-русски или по-английски, по-русски, ну, она же переводчик, господи, что я говорю глупости. Вот, и я совершенно готова вот общаться, мы так и делали, на самом деле, больше того, когда уже общаешься с переводчиками, мне это подсказали, такой ход, собирается некий файл из вопросов разных переводчиков, в итоге тому, кто приступает к переводу, не нужно заново те же самые вопросы задавать, некоторые есть в тексте уже отвеченные. Поэтому я готова отвечать. Вопросов про нумерологию не было таких вот, здесь в каких-то случаях есть смысл заложенный, конечно, в каких-то случаях его нет, это просто совпадение, то есть здесь нужно разбираться уже вот с каждым отдельным случаем. А чёрный шатёр — это просто красиво, это просто образ того, что есть нечто накрытое очень плотно, внутри которого может происходить всё, что угодно. Чёрное, поэтому скрывает себе всё, что можно себе представить, поэтому чёрное, но никак не связано ни с чем метафизическим. Спасибо большое, ваши аплодисменты. Вот так случилось, что час пролетел почти незаметно. Возможно, вот прозвучала такая фраза «последний вопрос», ну там японский переводчик, последний вопрос, который задан. Так получилось, что это завершающий вопрос, если позвольте, будет в сегодняшней нашей встрече. Далеко не последний, потому что самое замечательное, что, видите, мы даже вспомнили, что это 4 года после большого успеха уже, а всё, вопросы идут, идут, не останавливаются. Это замечательно, когда творчество бесконечное количество вопросов вызывает, и автор всё больше и больше привлекает к себе внимание читающий, думающий, вдумчивая аудитория. Я хочу сказать большое спасибо собственной аудитории, которая сегодня здесь собралась, под ваши же аплодисменты сами себе. Субтитры подогнал «Симон»